Следующее видео будет посвящено курям, цыплятам. В общем, это любителям кур. С этого инкубатора все начиналось. В нем когда-то вывелись птенцы. Затем они переехали в этот брудер, сделанный из клетки птичьей. Сейчас покажу. Вот так это была клетка. Здесь вот открывашка была такая. Раз, раз. Я ее на бок накрыл. Тут лампочку поставил. Это был брудер. Сегодня, в общем, цыплята переезжают. А цыплята, кстати, вылупились. Так. 3 декабря. В 15.30 заложил яйца. А 24.00... Вот 22.00, 23.00 произошел. Вывелись птенцы. Сейчас покажу. Сегодня им получается почти месяц. Вот я им на скорую руку соорудил такой брудер. Они уже постарше. Кто будет мерзнуть? Вот под лампочку. Там есть термометр, чтобы смотреть. Не сильно там где холодно у них. Ну, вот так вот. Сниз сделал, чтобы не поддувало им. А тут прикрыл, чтобы затяжь была. Пока поставил такую вот кормушку. Просто корыца, там комбикорм. Я их сейчас начинаю переносить сегодня. Они еще как-то стесняются. Не поймут, что происходит. В плане кормления. Цыплят, значит, я кормлю так. Когда мои цыплята вылупились, у меня не было комбикорма, ничего не было. Я кормил их пшенкой. Вот 4 дня они кушали пшенку. При этом хорошо себя чувствовали. В первые дни, в первые сутки я пропоил их глюкозой. Затем, после пятого дня, я привез им комбикорм. Старт для курения сушек. Они покушали примерно месяц. Да, получается, поели. А вчера вот я им намолол. Тоже взял ведро старта. Намолол на крупоружке ведро кукурузы. Добавил туда еще 2 литровых банки. Пшеницы. Тоже намолол на крупоружке. И пол-литровой банки семечек подсолнуха. Все это перемолол. Смешал с готовым комбикормом стартом. Ну и у меня получилось 2,5 ведра корма. Теперь цыплята будут кушать практически самодельный корм. Так как комбикорм дорогой, 27 рублей килограмм. А обычное зерно стоит 6 рублей килограмм. Вот и считайте. Вот они уже увидели кормушку. Клюют. Все нормально. Кстати говоря, примерно с 25 или с 20 дня я начал добавлять им в корм морковку. Тру на терку морковку. Мешаю с комбикормом. Цыплята все это употребляют на ура. Так что ничего тут сложного нет. На мой взгляд. Еще хотел сказать. В плане паения. Первые сутки пропили глюкозу. Чтобы пупки лучше рассосались. И желудки стали более качественными. Затем 5 дней пропили витамины. И у меня получилось, я не знаю, то ли это совпадение, то ли случайность. Когда они ели пшенку, у них все с калом было нормально. Пропили витамины, все классно. Затем я поехал в магазин ближайший. Тут в поселке. Говорю, дайте стартап для несушек. Женщина на меня так посмотрела. Говорит, так вроде не сезон сейчас. Курей никто не выводит. Я говорю, ну у меня сезон. Дайте мне корма. Она пошла искала. Искала, нашла где-то там. У нее был мешок. И в мешке на дне там было всего 2 килограмма этого комбикорма. Ну, я привез, начал кормить своих цыплят. И мои цыплята начали, как бы у них кал начал прилипать на жопке. Я так думаю, то ли это из-за комбикорма, то ли не знаю из-за чего. Я дал им байкокс. Вот, получается на 7 или 8 день жизни они пропили байкокса 2 дня. Затем снова 5 дней витаминов и все. И у меня потом тот комбикорм кончился. Я привез свежий, взял, уже в город поехал. Там взял прям нормальный комбикорм, он и пах поинтереснее. И цыплята начали его кушать. И все, какашка перестала у них залипать. Так вот, я не знаю, на что грешить. Вообще, у меня хотел эксперимент сделать, чтобы цыплят вырастить полностью без антибиотиков. Но что-то не получилось. Пришлось пропоить байкоксом. В следующий выводок буду закладывать яйца. Вот, постараюсь все заготовить, чтобы все было хорошего качества питания. И попробую сделать без антибиотиков. Так, со вспышкой лучше, да? Ну, уже осмотрелись, эти кушают. Те там, надо сейчас воду поставить. В принципе, неплохие цыплята, да? В основном, вся масса выросла нормально. Есть тут трое. Чуть какие-то маленькие. Вот он, один маленький. Вот он, видно, да? Видите разницу? Вот один, а вот второй. А вылупились в один день. Этого можно в суп, и мы уже месяц. А этого можно в ясли. Но таких маленьких три штучки получилось. Вот один, вот второй, чуть побольше. Да, так в основном все нормально. Ну-ка, покажитесь. Ну, а не первый день здесь. Только, чтобы выгрузил. Немножко они недопонимают, что тут надо делать, куда попали. В общем, такие вот цыплята растут. Все, кому интересно, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Будем выращивать цыплят без антибиотиков. Как бы насмотрелся я в ютубе видео, там прям вообще антибиотик за антибиотиком, и еще антибиотик, и снова антибиотик. А потом еще надо обувь менять, и халаты менять, и разными дорогами ходить от взрослых кур. Ну, там столько абсурда. Вот как бы я здесь держу цыплят. Цыплят. Здесь у меня окуры в соседнем сарае. Хожу я в одной одежде, в одной обуви. Ничего страшного, они ничего не переносятся. Вот нормальные цыплята растут, развиваются. Скоро сделаю их ручными. И буду потом учить разговаривать. Все, всем пока, до свидания.